Уважаемые товарищи, я хочу несколько слов высказать, исходя из понимания всеми нами того, что трудно выиграть битву, если говорить о войне, то тем более, если страна не располагает необходимым количеством экономического потенциала, промышленного, сельскохозяйственного, научного, не имеет все необходимое для того, чтобы соединить все возможности рабоче-крестьянской в тот период времени нашей страны, а в большей степени крестьянской, для того, чтобы решать победные задачи. Мы с вами знаем, что Российская империя проиграла две войны, русско-японскую и, по большому счету, Первую мировую. И часто говорят, что революция виновата, что мы потеряли необыкновенные возможности нашей страны. Но давайте посмотрим на эти возможности, какими располагала царская Россия возможностями. Вот возьмем, на первом слайде показаны некоторые промышленные вопросы, которые решались в этот период времени. Вот можно туда смотреть. Вот 1,72% ВВП мировой занимала наша царская Россия. Вот можно посмотреть, сколько России выплавляло стали. 4 миллиона тонн, США 25 миллионов тонн. Вот, пожалуйста, надводные корабли. И что она завозила? Можно посмотреть дальше, исходя из этого, каким было сельское хозяйство. Вот 2013 год, все нам говорят, что он был урожайным. Да, действительно, 2013 год было собрано самое рекордное количество зерна. Но вот рядом мы можем посмотреть, сколько было голодных лет в России. Мы взяли 16 лет, 901-е по 16-й год. 8, 8 было голодных лет. Это и 1, и 2, и 5, и 6, и 7, и 11, и 12. В 11-м, 12-м, 60 губерний были подвержены голоду. За этот период времени около 8 миллионов человек погибло. А в принципе, в 11-м, 12-м году около 30 миллионов были на грани вымирания. Если посмотреть в социальную сферу, то тоже можно удивиться. 263 младенца в возрасте до 1 года умирали. С 1000 человек. Можно посмотреть все, что связано на 1000 человек. Сколько приходилось в России врачей, сколько приходилось учителей. 70% в России была безграмотной. Малярия, холера, коклюш, чесотка, тиф и так далее, и так далее. 12 миллионов человек, это вот ниже эта цифра почти никогда не была. Вот, пожалуйста, все, что было перед революцией. Но мы видим, что действительно это большая, серьезная трагедия. И с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки и, естественно, вопрос управления. Если было более-менее на уровне 74 миллионов тонн зерна, перебросив, можно было каким-то образом снимать эту проблему. Революция. Понятно, гражданская война и разруха. И вот здесь 10-й съезд. Вот здесь в 21-м году курс на НЭП. Перед этим план ГРЛО. И вот можно НЭПовские годы посмотреть. По всем основным показателям мы дали соответствующие графики. И мы видим, как идет оживление и промышленности, и сельского хозяйства, и средства производства растут значительно. Средства потребления также растут значительно. То есть мы создаем условия для того, что уже в 6-м году, а в 7-м превысили дореволюционный уровень по всем основным показателям. Но понятно, что страна находится в слабом состоянии, хотя справилась с интервенцией и так далее. И здесь, безусловно, на повестку дня встает вопрос индустриализации и коллективизации. И следующие три довоенных пятилетки, они показывают... Василий, шевелись. Они показывают рост наших системных направлений в развитии промышленности. Основные виды промышленности можно посмотреть. Вот первая пятилетка, машиностроение, 399%. В целом 202% за одну пятилетку. Вторая пятилетка 220%. Машиностроение 283%. Это новые отрасли, химические, металлургические. Все буквально развивается. Третья пятилетка. Она, конечно, идет в сравнении всего с 40-м годом. С 40-м годом. То есть 3 года, но все равно 145% рост. 145%. И можно взять в разрезе основных системных вещей, которые характеризуют промышленность. Сельское хозяйство. Пожалуйста. Сельское хозяйство. Аналогичная ситуация. К 40-му году 236 тысяч колхозов, 4 тысячи совхозов. Под 7 тысяч МТС. Работа идет по возрождению посевных площадей. Урожай. Особенно неплохо идет производство молока. 33 миллиона тонн. Сегодня 18 миллионов товарный производство, кстати. Ну, мясо в убойном весе 4,7 и так далее. Видим, что на селе уже работают 530 тысяч тракторов, 170 тысяч комбайнов. Механизированная составляющая здесь, как говорится, налицо. Но опять-таки война прерывает все, что в этом плане связано. Но эти три пятилетки, даже в первой пятилетке, это Магнитка, это Кузнецк, это Московский ЗИС, это Горьковский ГАЗ и так далее, и так далее. Новые открытия в нефтехимии. То есть появляются те направления, те системные вещи, средства производства, на базе которых осуществляется перестройка всего хозяйственного комплекса. И не случайно, уже в первой пятилетке в 1930 году ставится задача перевооружения РКК, рабоче-крестьянской Красной Армии. И здесь на повестку дня встают создания новых корпусов танковых, бронетанковых, укрепляются наши армии и дивизии полками, батальонами, артиллерийскими, танковыми. И в этом направлении 9 тысяч созданных предприятий работают с системой перевода на военный лад при необходимости. Размещение. Здесь и восточная часть, Москва, Питер, Тула. Есть, безусловно, базовые вещи на Украине. Вот в этом плане еще раз хочу сказать, если в 1940 году мы выпускали полтора миллиона карабинов и винтовок, или 105 тысяч пулеметов, около 30 тысяч артиллерийских орудий и минометов, то уже в 1942 году, смотрите, 4 у нас уже миллиона идут винтовки и карабины, уже 356 вместо 106 тысяч идут пулеметов, 127 тысяч орудий, танки 24, то есть 5 тысяч и 25 тысяч, самолеты с 8 до 22 тысяч и так далее, и так далее. То есть, наряду с тем, что, допустим, в 1939 году 1 миллион 100 тысяч, в 1940 уже 2 миллиона с лишним, а к 1941 у нас 5,5 миллионов служат в Советской Красной Армии. Исходя из этого, еще и еще раз хочется сказать, что вот эта идея пройти за 10 лет все то, что другие страны проходили за 50 и 100 лет, она состоялась. У нас уже было больше, чем в Америке перед войной инженеров, у нас их было 295 тысяч, а в Соединенных Штатах было 170 тысяч. Война. Понятно, 40% территории, 40% где производилась зерна, около 60% металлургии и так далее, и так далее. 2,5 тысяч перебрасываются предприятий за Урал и на Урал, 700 из них принимает Урал. И уже 42-43 год промышленность работает как часы. Она превзошла все довоенные уровни в целом, не говоря только о вооружении. Завершилась Великая Отечественная, 1700 только городских поселков и городов разрушено, 70 тысяч деревень, 32 тысяч предприятий. Героический подвиг не только на фронте. Мы знаем, что у нас 7 миллионов только орденов получили, а 11,6 тысяч героев. 7 миллионов орденов из армии в 11,5 миллионов. И вот на этом направлении я еще и еще раз хочу сказать и заострить ваше внимание к тому, что ставится в пятилетку задача. Выйти и решить проблему с разрушенными промышленными предприятиями, все, что связано с городами, поселками. И практически за пятилетку решается этот вопрос. Практически за пятилетку выстраивается вся работа, которая связана с решением самых насущных проблем. В том числе социальных. Строится жилье, строятся больницы, создаются и восстанавливаются институты и так далее, и так далее. Можно посмотреть время созидания промышленности Советского Союза за послевоенные пятилетки. Они здесь хорошо видны. Вот производство чугуна, смотрите, допустим, 40-й с 85-м, вы видите разницу в 3,8 раза. Сталь в 4,8 раза. Вот производство зерновых комбайнов в 8,7 раза. Цемент в 13,6 и так далее, и так далее. То есть мы видим, какой порыв, какой героизм и в промышленности, и сельское хозяйство. И сельское хозяйство развивается так же мощно. Восстанавливаются посевные площади. В 2 раза валовый сбор зерна. Я уже не говорю об урожайности. Как растет поголовье. В 2 раза КРС 2,2 и все остальное. А главное, производство мяса растет в 3,5 раза в убойном весе. Молока в 2,9, в 7 раз производство яйца. Социальная сфера. Мы видим, и здесь все развивается так, как надо. Так, как надо. И, безусловно, в 85-90-й год страна является собой великую и мощную державу. Она ответила на вызов создания в 49-м году НАТО. Варшавским пактом в 55-м году она прорвала космос. Она имеет баллистические ракеты. Она имеет то вооружение, ту армию, которая способна решать все задачи. Одна четвертая, одна четвертая мировой науки в количественном отношении сотрудников трудится в научном комплексе Советского Союза. Сегодня разговаривали, что за эти 27 лет страну разрушили, разорили. Хочу привести, исходя из регламента, только несколько цифр. Производство, допустим, тракторов в 40 раз сократилось. Комбайнов в 15 раз сократилось. Металлорежущих станков сократилось в 12 раз. Точно так же сократилось в 12 раз количество самолетов к 90-му году выпускаемых. Но особенно хочу остановиться на хорошо развивающейся сейчас газовой нефтяной промышленности. Сегодня все мы знаем, да, газовики и национальные достояния. Они сегодня так же, наш нефтегазовый комплекс работает на уровне приблизительно 90-го, даже 85-го, 87-го года. Это 540 миллиардов кубометров добывается. 540 там и там. Но в Советском Союзе в газовом комплексе работало 25 тысяч, сейчас 340. В Советском Союзе один работающий в газовом комплексе добывал, на него приходилось добыча 21,8 миллиона, а сейчас 1,4. В 69-72 раза хуже сегодня работает в газовом комплексе финансовая составляющая в отношении заработной платы. Что говорить уже о других вопросах. Село 41 миллион пашни нашего выдающегося резерва сегодня, как говорится, заброшено и превратились в напалом для пожаров и так далее. Сегодня мы знаем, нам необходимо возродить наш агропромышленный комплекс, промышленность, особенно такие отрасли, выдающиеся, которые мы потеряли, в том числе электронику, машиностроение, станкостроение. На этом направлении мы были совсем недавно лучшими. Возможности такие есть. Решить проблемы социальной сферы. Нищенствуют пенсионеры. 90% населения на грани выживания у нас живут, а небольшая группа людей прихватила основные богатства самой богатой страны в мире. Поэтому Компартия Российская Федерация разработала бюджет развития, показала, откуда взять деньги на этот бюджет развития. И если бы мы сегодня в бюджете имели не 13,4, а 20, хотя бы 1 триллион рублей, мы бы тогда действительно подняли наш обрабатывающий комплекс, мы бы навели порядок на селе, мы бы сделали все для того, чтобы быть похожими на наших отцов и матерей-победителей. Я убежден, что время не за горами, когда мы поймем, что сильной великой России может быть тогда, когда не только силен человек в погонах своим патриотизмом, мужеством, любовью к родине, любовью к малой и большой родине, к своей семье, Но когда и рабочий человек, и крестьянин будет чувствовать, что труд его также востребован и оплачивается вполне достойно, и он может вести расширенный способ производства и делать великое благо для того, чтобы мы были едины в нашем порыве, чтобы Родина была великой, А народ наш жил достойно этого величия и тех богатств, которыми располагает страна. Мы, Компартии Российской Федерации, все стараемся делать для этого, чтобы развернуть социально-экономический курс, который сегодня проводится не в интересах народа и страны, на этом направлении, На этом направлении, чтобы этот курс соответствовал нашей великой победе и нашему народу-победителю. Спасибо.